Добрый день! С вами Удовина Наташа. И сегодня я хочу показать вам процесс создания вот такого милого новогоднего венка. Мне нравится самостоятельно собирать такие композиции для украшения дома. Всегда можно учесть особенности интерьера, подобрать цвета и декор и, конечно, воплотить в жизнь интересные идеи. В магазинах выбор невелик и в основном сводится к венкам из искусственных еловых веток с шишками-шарами в зелено-красной или белой гамме. Мне же хотелось чего-то иного, праздничного, но вместе с тем очень нежного и романтичного. Так у меня родилась идея этого воздушного венка с перьями. Первым делом я прогулялась в ближайший лесок и нарезала немного длинных веток ивы. Лучше всего плести основу венка, когда ветки только срезаны, когда они хорошо гнутся. Но у меня руки дошли до дела только спустя неделю, и это совсем не беда. В таком случае для гибкости ветки следует на пару часов замочить в кипятке. Достаю ветки из ведра, в котором замачивала их, и приступаю к плетению венка. Сперва надо выбрать самые длинные ветки, согнуть их в круг и тщательно связать крепкой веревкой или проволокой. Дальше вплетаем в венок новые ветки, так чтобы одна вбивала другие по кругу. Закручиваем ветки всегда в одну сторону. Каждую новую ветку начинаю вплетать, чуть сдвигаясь от того места, с которого мы начали. Это нужно, чтобы венок получился равномерной толщины по всей окружности. Пончики веток аккуратно прячем, заправляя в венок. После того, как венок устраивает нас и по толщине, и по форме, берем кусачки и отсекаем все лишнее. Получилась вот такая аккуратная, ровная основа. Дальше я беру краску цвета пеньковой, довольно сильно развожу ее водой, чтобы она не полностью перфорвала цвет веток. А краской белого цвета немного выделяю верхние ветки сухой кистью. Дальше я поработаю с полимерной глиной и слеплю листья панцетти рождественской звезды. Сперва хорошенько разминаю глину в руках, чтобы добиться пластичности. Затем формирую небольшой продолговатый блинчик по размеру будущего листа. Для фактуры отпечатываю в глине засовший лист какого-то растения. Формирую листок и выкладываю его на противень. В основании листочка делаю отверстие с помощью зубочистки, чтобы потом посадить эти листья на проволоку. Таким образом леплю 10 листочков, 5 крупных, а 5 размером поменьше. Из белой глины леплю ягоды снежного ягодника. Это те самые ягодки, которые так здорово лопаются, когда на них наступаешь. Сперва скатываю кругляшок, а затем зубочисткой формирую на нем небольшую кнопочку. А затем делаю в ней углубление и чуть-чуть лохмачу получившиеся хвостик. С обратной же стороны делаю отверстие, в котором потом закрепляю проволоку на клей. Ягодки леплю тоже штук 10. Все запекаю в духовке при температуре 120 градусов в течение 20 минут. После запекания окрашиваю лист рождественской звезды. Каждый лист сперва покрываю белым. Да, можно было бы сразу взять глину белого цвета и пропустить этот так. У меня просто не хватило ее. Затем в основании листа тонкой кистью добавляю совсем нежного розового цвета. Использую краски тосканский розовый и розовый темный. На другой край листа добавляю буквально капельку голубого. По краю наношу радужный глиттер. И слегка растушевываю его кистью. На снежной ягоднике окрашиваю хвостики ягодок коричневым цветом. Некоторые ягоды украшаю с помощью кристальной пасты. Это такой гель с мелкими стеклянными шариками. После высыхания он будет выглядеть как искрящийся лед на ягодках. Далее беру вот такие фиолетовые перья. У них слишком яркий цвет. И я проглушаю его, окрашиваю их разбавлено с водой белым и розовым цветом. У меня еще с осени было засушено несколько веточек лесного вереска. Я разделяю его на маленькие веточки и вплетаю их в венок в небольшом количестве. Потом добавляю окрашенные фиолетовые перья. Затем я беру вот такие пушистые белые перья и закрепляю их в венки. Вот как получилось на данном этапе. Делаю на проволочке маленькие пизельки. И вставляю в каждый лист из полимерной глины. Для пущей надежности добавляю еще капельку клея. Также закрепляю на проволоке ягоды снежная ягодника. А еще у меня есть желуди. Шляпки я предварительно приклеила на клей. Тампую желуди белой краской. Добавляю в нее немного блеска. Для блеска я использую краску деколор цвет шампань. Но это может быть любая светлая серебряная или золотистая краска. Беру отбеленную шишку и тоже немного с самой кончики прибеляю краской. То же самое делаю с грецкими орехами. Их я закрепила не на проволоке, а на разогнутых шпильках для волос. Собираю цветок. Сперва скручиваю вместе проволочки от пяти больших листьев. Затем от пяти маленьких. Соединяю эти две части. Буду закреплять цветок в нижней части венка. Делаю небольшое возвышение сизали. На нем закрепляю цветок с помощью проволоки. Расправляю листья и в некоторых местах сажаю их на клей. В серединку рождественской звезды вставляю такие сухие цветочки. Соединяю несколько штук проволокой и закрепляю. Начинаю собирать композицию воедино. И добавляю остальной декор вокруг цветка. Закрепляю шишки, орехи и желуди. Также ввожу в венок снежноягодник, цветы, лепестки и сухоцветы, подходящие по цветовой гамме. Добавлю еще несколько белых перьев. Они такие легкие и воздушные. И мне кажется, они придают венку какое-то особое очарование. Все готово. А висеть мой венок будет вот на таких красивых ленточках. Розовой и серебристой. В завязанных небольшой банк. Создание рождественских и новогодних венков – это творческий процесс. Полный полет фантазии, в котором нет никаких правил. Вы можете использовать любые подручные материалы, которые завалялись у вас в шкафу. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на наш канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые мастер-классы по новогоднему декору. Краску и глину, использованную в работе, можно приобрести по ссылке в описании. Шишки, желуди и вереск лучше всего собирать на прогулке с детьми. Варите с удовольствием и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова